Девушки отдыхают Девушки отдыхают Танки Т-34 с новой 85-мм пушкой крушили практически любые цели и стали к этому времени настолько технологически совершенными, что без ремонта могли отработать до 400 моточасов. Они вводились в прорыв неожиданно, скрывали оборону на всю глубину и наступали ольшеби. А в пробитую брешь лавиной шла советская пехота. Генеральный штаб, едва сумев организовать оборону за Одером, немедленно начал стягивать сюда резервы, чтобы нанести контрудар по советским войскам, которые еще не успели подготовиться к обороне. Командование группы армий «Центр» и предположить не могло, что русские обороняться не намерены. Маршал Иван Конев имел приказ Москвы продолжать наступление. В результате Висло-Одерской операции Линия фронта образовала выступ в сторону Красной Армии глубиной до 150 километров. Вермахт исчерпал оперативные резервы на этом участке, но срочно начал переброску войск с Западного фронта. Ставка Верховного Главнокомандования, даже с учетом того, что советские войска истощены в наступательных боях, предпочла не останавливаться, а продолжить наступление, резонно рассудив, что вряд ли будет возможно на занятой территории подготовить надежную оборону. И при отражении немецких ударов потери все равно будут велики, а военная инициатива при этом окажется упущенной. Штаб 1-го Украинского фронта получил приказ провести Нижнеселескую наступательную операцию. Одно из лучших соединений 3-й гвардейской танковой армии 23-я мотострелковая бригада вела непрерывные бои 20 дней, все время при этом находясь на стрие наступления. Командир, герой Советского Союза Александр Головачев, подсчитывал потери. Почти половина бригады. Тем не менее, получив приказ на наступление, он коротко ответил, есть продолжить наступление. Кому сейчас не завидовал комприк, так это службам тыла. Им предстояло сделать теперь уже все невозможное. За минимальное время поставить в строй максимальное количество техники и в условиях фактического отсутствия железных дорог обеспечить войска горючим и боеприпасами. А что до себя, то наступать всегда лучше, веселее наступать. Несмотря на потери, которые были, состояние было боевое. То есть мы думали только о взятии Берлина, о победе. До немецкой столицы бойцам Первого Украинского оставалось всего несколько сотен километров. Но преодолеть это расстояние было нелегко. Противник закрепился на рубеже реки Одер и удерживал ключевые города Бреслау и Глагау, ставшими узлами новой линии обороны. Войскам правого крыла Первого Украинского фронта предстояло наступать на широком участке от городов Одерик до Штайнау. В дальнейшем форсировать реку Бобер и продолжить наступление. На этом направлении командование сконцентрировало основные силы. Четыре общевойсковые, две танковые армии, дополнительно танковые и механизированные корпуса. Соединения левого крыла должны были осуществить вспомогательный удар вдоль Судетских гор с плацдарма в районе города Опель. Противник располагал на этом участке 4-й танковый, 17-й полевой и частями 1-й танковой армии, непрерывно наращивая силы за счет поступления резервов. 8 февраля 1945 года в 6 часов утра на всем протяжении фронта началась артиллерийская подготовка. Ввиду резко ухудшившейся погоды пехотные части пошли вперед без поддержки авиации. На хорошо укрепленных позициях противника бои оказались тяжелыми. Но к 10 февраля передний край немецкой обороны все же был преодолен. Танковые армии, которые маршал Конев ввел в сражение уже в самом начале операции, прорвали тактическую оборону на глубину от 50 до 80 километров и глубоко вклинились на территорию противника. Соединение 4-й танковой армии окружили и частично уничтожили крупную немецкую группировку в районе города Любен, сходу форсировали реки Бобер и Квейс и заняли Зарау, один из центров авиационной промышленности Третьего рейха. На его складах ждали отправки на фронт около 200 самолетов. Все они стали боевыми трофеями. Темпы продвижения танковой армии намного опережали общее наступление. В ночь на 15 февраля передовой отряд вышел к реке Нейсы. Противник отступил столь поспешно, что даже не успел взорвать мост через реку. Но развить успех не удалось. Соединения общевойсковой 13-й армии отстали от танкистов более чем на 50 километров. Низкие темпы наступления пехоты объяснялись сложным рельефом местности и плохими погодными условиями. Но была и другая причина задержки. Сказывалась физическая усталость наших солдат. Они проявляли поистине удивительные настойчивость и упорство. Тем не менее, среднесуточный темп наступления пехоты составлял теперь всего 8-12 километров и большего от нее по совести требовать было нельзя. Мы все время шли впереди. Почти что. Первый, второй эшелон. Первый, второй эшелон. Изнурительные переходы. Вот в это же время надо поспать. Так двое крайних идут не спят. Шеренга по 4 человека. Крайние не спят. А средние, которые идут друг за другом все подруги держатся. Средние идут в это время спят. Ну какой это сон так между нами вряд ли. Разрыв между танковыми и пехотными частями не остался без внимания разведки противника. В тыл 4-й армии выдвинулись немецкие части и уже вскоре сомкнули кольцо за советскими танковыми корпусами. Сзади слышались уже выстрелы. Сзади слышались уже огонь был. Поэтому мы засели в оборону и ждали наступления немцев. Уже с тыла. Но характерной для окруженцев паники в войсках не было. В этой непростой ситуации все соединения действовали четко и слаженно. Командующий фронтом приказал танкистам повернуть на 180 градусов и атаковать недавно подошедшие немецкие войска, пока они не успели закрепиться. В то же время 13-я армия прорывала кольцо с внешней стороны, а в небо наконец смогла подняться и советская штурмовая авиация. Через несколько дней танкисты были деблокированы, но было уже понятно, что ситуация может повториться. Пехоте высокий темп наступления выдержать не удастся. Третья гвардейская танковая армия вышла к окраинам Бунцлау к 12 февраля. Командир 23-й гвардейской мотострелковой бригады Александр Голобачев возглавил атаку лично. Подчиненные называли его между собой Чапаем, сравнивая по смелости с легендарным героем гражданской войны. Город был хорошо подготовлен к обороне. Но неожиданное появление советских танков с разных направлений вызвало панику в рядах обороняющихся. Фунцлау был взят сходу. А уже на следующий день Чапай в составе 7-го танкового корпуса форсированным маршем во главе колонны шел не на запад, а на юго-восток в направлении Преслау. Так неожиданно поменять направление наступления предписывал приказ командующего фронтом. Этот маневр не входил в первоначальные планы маршала Конева. Окружить Бреслау должны были три общевойсковые армии 5-я гвардейская, 6-я и 21-я. Однако решить поставленную задачу они не смогли. Вспомогательный удар со стороны Оппельна силами 59-й и 60-й армии нанести тоже не удалось. Армии прорвать фронт не смогли. Столько было этих окопов, столько этих было разных заграждений, противотанковых заграждений, вот как мы называем скарпы, контр-скарпы. Это все было подготовлено так, что только можно было взять шабростью, выносливостью, больше ничего. бои в районе Бреслау принимали затяжной характер. И тогда Иван Конев сделал ставку на соединение 3-й танковой армии, которая по праву носила звание гвардейской, а ее командующий, генерал-полковник Павел Рыбалко, имел репутацию мастер маневра. Совершив ночной переход, два корпуса армии нанесли внезапный и сокрушительный удар во фланг 19-й танковой дивизии противника. Уже на следующий день окружение Бреслау завершилось. К тому времени соединение правого крыла 1-го украинского фронта блокировали крепость Глагау. Гарнизоны сдаваться не собирались и готовились к отражению штурма. Враг действовал с расчетом по определенному плану. Он стремился рассредоточить наши силы, связать как можно больше советских войск осады укрепленных опорных пунктов и этим поскорее заставить нас выдохнуться. Разумеется, мы ни в коем случае не имели права поддаться на эту удочку. Решение маршала стало неожиданным для противника. Штурма Глагау и Бреслау не последовало. Сомкнув кольцо окружения, войска фронта продолжили наступление. Продвигаясь на запад, советские подразделения не могли рассчитывать на интенсивную поддержку с воздуха. Все бетонные аэродромы на западном берегу были уничтожены противником при отступлении, а грунтовые площадки из-за оттепели больше походили на болото. Люфтваффа же имели в тылу достаточно взлетных полос, и некоторое время немецкие самолеты господствовали в воздухе. Но выход из положения вскоре был найден. Командир 9-й гвардейской дивизии, трижды герой Советского Союза Александр Покрышкин решил использовать в качестве взлетно-посадочной полосы участок автомагистрали Бреслау-Берлин. Прецедентов мировой практики не было. Все 120 самолетов дивизии успешно приземлились и регулярно взлетали с этого импровизированного аэродрома для выполнения боевых задач. Внезапное появление в небе самолетов дивизии Покрышкина вызвало панику среди пилотов Люфтваффе. Внимание, внимание, в воздухе Покрышкин передавали рации немецких самолетов. немецкая авиация стала нести ощутимые потери, а советские сухопутные части получили надежное прикрытие с воздуха. Видел, как кто-то там дерется в бою в воздухе. Остановились и я слышу такое там вышка вроде была и слышу, что Покрышкин в воздухе. А мы уже слыхали тогда, что у нас АС Покрышкин. Мы почувствовали то, что преимущество нашей авиации было. Это мы почувствовали, потому что не стало уже тех бомбежей, которые были раньше. Разведка противника пыталась обнаружить необозначенный на картах аэродром. Один из лучших немецких пилотов АС Бруно-Ворм в ходе разведывательного полета наконец сумел обнаружить импровизированную полосу, но тут же был сбит в воздушном бою и попал в плен. Лейтенант Бруно-Ворм награжден тремя гитлеровскими орденами и медалью за зимний поход в Россию. Он считал, что победу в поединке над ним одержал сам Покрышкин и очень удивился, когда узнал, что его сбил самый молодой летчик дивизии 19-летний Юрий Гольдберг. Сегодня был первый бой в жизни комсомольца Гольдберга и 62-й у фашистского аса Ворма. К 15-му февраля почти все ударные соединения первоукраинского форсировали Бобер и устремились дальше к реке Нейсы. Темпы продвижения различных частей сильно отличались. Понятия тыл и передовая стали относительными. Восновь фронта уже не было. Где-то наши вперед ушли, где-то задержались, где-то немцы отказывали очень сильное сопротивление и наши придержались и надо было все время вести вот такую регносторон. Пока стрелковые части занимались ликвидацией дезорганизованных группировок противника, танковые продолжали наступление. Третья гвардейская танковая армия после долгих сражений и длительных маршей была значительно ослаблена. Штат личного состава и бронетехники сократят трассы. Тем не менее, выполнив свою задачу в районе Бреслау, третья танковая снова устремилась на запад. К 24 февраля почти все ударные соединения первоукраинского вышли к реке Нейсе. Разрыв позициями двух фронтов был практически преодолен. В тот же день навстречу фактически уже остаткам третьей танковой армии выдвинулись немецкие резервы, танковые части дивизии фюрер Бегляет и фюрер. В свою очередь штаб первоукраинского фронта тоже направил сюда дополнительно механизированную бригаду и два истребительно-танковых артиллерийских полка. Завязались тяжелые танковые бои. Вот дальше такие случаи были. Тричетверку там был лейтенант. Попало в башню, его убило. И радисток тоже двоих. И вот мы почистили там дырки за это и меня посадили в этот танк. Ремонтным бригадам часто приходилось работать прямо под огнем противника. Их задачей было быстро вернуть в строй неисправные танки, либо отбуксировать их для ремонта в безопасное место. Очень много было подбитых. Очень много сгоревших танков. А много таких, которые идут, а у него аккумулятор сел, или же воздушный пуск. Баллоны не заряжены, тоже нет. И сел, встал, и все. Что делать? Его расстреляют, готово дело. Танк погиб. убрать надо. А убрать его как надо? Это надо опять подползти, зацепить за танк и тащить его. Тащить, чтобы его не разбили. В укрытие куда-нибудь подальше его тащить. В районе деревни Лагау танковый батальон 23-й бригады контратаковал подразделение немецких тигров. потеряв несколько машин, противник отступил. Но в последние минуты боя осколком снаряда был убит и комбрид. Так погиб любимый в войсках Чапай полковник Александр Головачев. Позже, после присвоения ему посмертно второго звания Героя Советского Союза, жена покажет письмо Александра Головачева с фронта. Я видел горечь первых поражений, а теперь испытываю радость наших побед. Я не допустил ни одного бесчестного поступка на войне. Я был всегда там, где жарко. последний бой Нижнеселеской операции состоялся на берегах реки Нейси под Лаубаном. Ко 2 марта немецкие части были остановлены и отброшены. Третья советская гвардейская танковая армия в силу критических потерь практически утратила боеспособность. При этом до Берлина оставалось пройти менее ста километров. В ходе проведения Нижнеселеской операции Первому Украинскому фронту удалось ликвидировать угрозу контрудара, продвинуться вперед на 150 километров, овладеть Нижней Селезией и вступить в границы провинции Бранденбург. Третья танковая армия в марте 1945 была выведена во второй эшелон и восстановлена до полного штата. А боевой дух гвардейцев восстановления и не нуждался. Как и другие части Первого Украинского, третья танковая тщательно готовилась к новой наступательной операции на Берлин. Редактор субтитров Корректор А.